Меня удивляет, например, позиция других государственных институтов, которые говорят, что вот, значит, у нас там участки в Приднестровье, и там могут быть фальсификации. А там не могут быть фальсификации, где нужно срочно 190 участков открыть. Фальсификации могут быть везде, и фальсификации бывали везде, и мы это прекрасно знаем, существовали различные технологии этих фальсификаций. Вот, и поэтому, ну, зачем это делать? Зачем? Примите любую цифру, в конце концов. ЦИК, еще раз говорю, ЦИК отреагировал на запрос МИДа. Сказал бы МИД, что нужно 190, наверное, бы открыли 190. Ведь сказать, что судьба страны решается на зарубежных участках, ну, как вам сказать? Вообще, судьба страны решается внутри страны, как правило, да? Зарубежные участки, да, безусловно, могут скорректировать. Но я бы не стал, откровенно говоря, бы не на месте, значит, той партии, которая пикетировала Центральную избирательную комиссию на днях, не стал бы так уж думать, что там прям под 100% все прибегут и проголосуют за них. Люди разные. Люди разные. И за эти полгода, что прошли с президентских выборов, ну, тоже люди так, знаете, как посмотрели. Не прямо тут все расцвело. Не Марс с цветущими садами, пока у нас здесь, да? Ну, вот. Да, всегда есть какое-то объяснение. Мешают одни, мешают другие, мешает парламент, мешают какие-то еще люди. Ну, это все работает до поры до времени. Когда-нибудь надо, люди спросят, подожди, ну, вот тебе все мешали, ты всех победила. Ну, так и отчего же не стало тут прекрасно? Отчего у нас не Швейцария до сих пор?